всем привет на связи как всегда команда ммабет меня зовут роман со мной сегодня андрей здорово андрюх салам алейкум и так у нас на повестке дня турнир юси fight night который пройдет в остине штат техас главный бой дональд сирона янси медерос и я думаю мы сразу же найдем начнем с ранних прелимов который открывает весьма интересный бой джордж буркман против алекса марона и так друзья как бы джордж буркман кстати не так давно я упоминал его в одном из подкастов как как бойца которого никак извести не увольняют просто я вот сейчас открыл его профайл на над apology можете посмотреть наглядно что у него происходит с карьерой в юси после его возвращения в пятнадцатом году в юси напомню как бы это его второй приход уже он смог выиграть только один бой против кейджей нунца это было в феврале 16 года но напомню это был как бы достаточно близкий бой там в основном буркман ну что-то борцовские навыки пытался применять сушил бой прижимал к сетке ну и тот как бы достаточно близко с гектором ломбардом но у контест но по факту он этот бой проиграл там ломбарда просто уличили в ком-то допинге и собственно все остальные бои проиграл причем большинство из них досрочные сабмишные нокауты только два боя проиграл решением вот крайние два боя от прозероса проиграл прозеросу и был нокаутирован дрю добером собственно вот такая в юси у парня карьера сейчас алекс марона ну не я не знаю честно это последний шанс или не последний шанс трудно мне судить об этом бойце вот в принципе ну как бы более-менее там да что-то стойки умеет какая-то борцовская база есть но конечно сейчас он вообще уже ничего этого не показывает прям 337 лет это все конечно на мой субъективный взгляд а может быть кто-то и считает что еще боец как бы ого-го далеко пойдет вот но противостоять ему будет на 10 лет моложе парень алекс марона у которого ну по сути как бы дела немного получше так сказать обстоят в юси у него 22 ну как бы по факту 22 конечно у него но у контент с нико прайсом но мы-то знаем что по факту нико прайс его там жестко нокаутировал там причем очень-очень жестко в конце второго раунда но нико прайс там попался на что там на мюрихуане по моему что такое ну а так марона победил кайло ноука победил джеймс мунтасри вот крайнем бою бои бою в сентябре прошлого года сплитом проиграл кейти накамури ну марона опять же тоже я считаю боец вполне неплохой с хорошей стойкой к тому же у него имеется неплохое джиу-джитсу у него черный пояс я правильно помню как бы ну мне как вы понимаете видится очевидным здесь фаворитом алекс марона 141 на него дают букмекеры андрюх что думаешь согласен но думаю то что у бургмана еще вся карьера впереди парень только начинает разгоняться в ее все как бы не надо топить его там пару раз засудили парня но ничего страшного но если серьезно конечно по факту он раньше отличался своей крепкостью такой в общем достаточно умеющий держать удар человек и неплохой навык тейкдаунов у него также имеется ну в принципе это все чем он мог похвастаться а сейчас он не может похвастаться даже крепкой челюстью сначала прозрится очень сильно потряс и додушил потом и в итоге он наглухо был нокаутирован добером и вот я вот думаю то что с марона скорее всего будет очередное досрочное поражение у этого парня и вполне вероятно что нокаутом как бы марона несмотря на то что преимущественно грэпплер у него как ты сказал черный пояс при этом он также может хорошо ударить от того же никого прайса он достаточно сильно потряс и в целом я думаю то что разница ударной мощи здесь будет очень ощутимо так что думаю первый второй раунд нокаут и джош буртман пойдет покорять дальше в успехе так она в гоме собственность не могу ничего возразить я думаю особо много слов здесь тратить не нужно давай сразу дальше пойдем следующий бой здесь как бы ну по моему мнению тоже достаточно очевидны но хоть как бы немного поинтереснее оскар пехота встретиться с тимом вильямсом и так оскар пехота ну достаточно скажем интересный перспективный на данный момент по крайней мере так именно таким он выглядит боец из польши вот рекорд 10-0 один бой него но у контест более того я замечу что до прихода в юси все его бои заканчивались досрочно но большинство сабмишином но есть и нокауты сам по себе этот боец имеет борцовскую в первую очередь базу отличную отличные навыки болевых удушающих приемов но вот показывал так сказать последние годы перед юси очень хороший прогресс стойки очень хорошую стойку тяжелейшие удары причем там он нокаутировал не только руками но и ногами то есть ну боец ну явно прогрессирует по моему это очевидно ему 28 лет на данный момент более того еще что замечу то что в дебюте юси он встретился джонатаном вилсоном да он его не удосрочил как всех своих предыдущих соперников но тем не менее это была полная доминация это были попытки сабмишинов это был нокдаун по моему втором раунде в общем ну просто разнес он по сути вилсона и вот сейчас ему дают бойца который будет ну как мне кажется по большому счету не будет каким-то скажем скачком в его карьере потому что этот боец вообще в юси не дрался до этого выступал сторонних организациях это будет его дебют и дебют я вам скажу крайне и крайне сложный на данный момент у тима вильямса были так сказать выступления ну практически в юси он в тафе участвовал тринадцатом году проиграл нокаутом а точнее выиграл нокаутом баяна величкович и сабмишином проиграл дьего лиме вот помимо этого он там в двенадцатом тоже участвовал тафе проиграл дилану эндрюсу ну а крайне его два поражения это оба энтони смиту нокаутом и сабмишином вот ну а так в принципе я этого бойца посмотрел ну как бы могу сказать что часто он имеет проблему проблемы с теми бойцами кто обладает ну более менее так сказать неплохими борцовскими навыками и по большому счету даже если бы у пехоты их не было мне кажется что здесь в принципе уровень просто бойцов ну немножко отличается поэтому как бы для меня здесь пехота явный фаворит я полагаю что он удосрочит тима вильямса и коэффициент за 138 ну я считаю как бы по делу андрюх ну на самом деле у этого парня было даже две попытки попасть ю и все на тавны на тав нэйшнс если не ошибаюсь и на тав и на тави эдгара он тоже дрался ну на самом деле это достаточно неплохой перформанс нокаутировать величкович а величкович это достаточно неплохой боец и дилан эндрюс которым он дрался он провел достаточно близкий бой целом этого парня по карьере его за пределами и все на сегодняшний момент были достаточно серьезные ребята среди которых мы могли бы заметить и урона сталин за и энтони смита которому он проиграл два раза наш он баррел джей сильва ну такие достаточно значимые имена которые часто фигурируют в сторонних промоушенах и зачастую побеждал конечно оскар пехота будет для него ну скажем так слишком серьезным скачком в карьере я не думаю что вы этот с он пройдет так что в принципе мне возразить нечего здесь я полностью с тобой согласен ну что ж тогда я думаю мы перейдем дальше до следующий бой это бой который закрывает ранние прелимы стивен питерсон против брэндона дэвиса я сразу замечу друзья обратите внимание что брэндон дэвис выходит просто на кратчайшем уведомлении стивен питерсон должен был драться другим бойцом брэндон дэвис свою очередь проводил бой прям вот совсем недавно а именно 20 января то есть ну по сути грубо говоря три недели назад он проиграл кайло бочнику своем дебюте в ufc вот ну и собственно сразу как бы продолжив про него хочу сказать что он выходец из данного контендер сериус там он выиграл остина арнета сам по себе он ударник по моему да да сам по себе он ударник по моему чё там у муай тай что ли у него базы если я точно помню да да вот ну в принципе в ударке неплох с бочником первый раунд он вообще по-моему забрал него первый раунд как бы неплохо смотрелся но все таки тем не менее бочняк бочнику потом удавалось его переводить да и в стойке он постепенно попадал все больше вот ну и конечно естественно здесь вот это уведомление прям короткое оно я думаю здесь сыграет свою роль потому что все таки три недели с предыдущего боя и ладно бы это был какой-то легкий допустим проходной бой где он не получил то есть никакого урона там быстро отбился но здесь было три раунда и бой достаточно сложный был вот и сейчас его выставляет против Стивена Питерсона сразу как бы расскажу кто такой Стивен Питерсон боец тоже ну достаточно интересный вообще он выходец из промоушена выступал тоже в данный вайт контендер сериас проиграл сплитом бенито лопесу ну как бы по моему субъективному мнению он твой конечно не проиграл судя посчитали к сожалению иначе но Питерсон там просто себя ну неважно в общем кому руку подняли просто скажу что по факту Питерсон себя просто прекрасно показал вообще он из себя представляет такого бойца такого скажем трудягу то есть да который постоянно идет вперед что-то делает проводит тейкдауна бьет то есть ну не дает продохнуть своему сопернику с ним в принципе ну чтобы его победить нужно как бы обладать ну достаточно с таким весомым в технике в скорости преимуществом и то как бы не всегда этого хватает его соперникам вот но в первую очередь конечно он применяет борцовские навыки хотя и ни в коем случае не скажу что в стойке там он как-то плох то есть здесь если бы вот допустим был брендан дэвис с полным лагерем с хорошей подготовкой то здесь ну по моему мнению наверное было что-то около ну 50 на 50 может быть даже в пользу дэвиса но вот на таком уведомлении с учетом всего я бы если честно здесь со Питерсона притопил ну как бы андрюх это субъективно мне он в принципе нравится как боец и для меня коэффициент 2 и 3 привлекателен ты че думаешь опять же по прежнему я не могу тебе ничего здесь возразить как бы высказал все мои мысли и я думаю то что дэвис хоть и показывает свое мужество выходя на бой настолько коротком уведомлении в принципе это даже в некоторой степени может ему и в плюс потому что он будет в форме он недавно прошел лагерь но тем не менее мне видится все таки питерса несколько более изощренным бойцом в технике нежели кайл бочняк поэтому я думаю он сможет достаточно проблем доставить дэвису ну что ж тогда с ранними приливами у нас покончено пойдем дальше дэвису 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 дэвису